Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри. Меня зовут Мамаева Кристина Гумерина. Я являюсь педагогом исполнительного образования Центра науки инновации и творчества Ростов. И свой мастер-класс я бы хотела начать с небольшого видеоролика. Пожалуйста, внимание на экран. Еще не так давно коллаборация человека и машины считалась фантастикой. А теперь у современного поколения школьников и студентов возможности изучения человека-машинного взаимодействия практически не ограничены. Учебная лаборатория Bitronics Lab – уникальный комплекс для изучения физиологии и нейротехнологий в сфере естественно-научного и инженерно-биологического направлений. В состав комплекса входит набор сенсоров для регистрации биосигналов человека, программное обеспечение для визуализации и обработки данных, методический материал. Все материалы рекомендованы учебно-методическим советом по биологии МГУ и включают в себя более 30 демонстрационных лабораторных исследовательских работ, которые были составлены ведущими специалистами высших учебных заведений. Набор Bitronics Lab разработан с учетом образовательных потребностей в сфере практической работы по биологии, физике, исследовательской и проектной деятельности старшеклассников и студентов, незаменим для проведения тематических кружков в детских технопарках. Данный комплекс стал современным решением в области инженерного образования детей и драмотным проводником в мир высоких технологий. Процесс обучения с Bitronics Lab легкий и удобный. Сенсоры в наборе быстро подключаются, не требуют специальных знаний по программированию и длительных практических работ. У пользователей есть возможность на базе Академии Bitronics пройти обучающий курс по работе с оборудованием и присоединиться к сообществу преподавателей по нейротехнологии. Итак, как вы поняли по видео, мастер-класс будет посвящен нейротехнологиям в образовании. В мастер-классе я буду использовать данную лабораторию Bitronics Lab, которая была получена по программе «Успех каждого ребенка». Здесь 6 сенсорных датчиков, которые оценивают физиологические особенности человека. Это, например, электрокардиография, электроэнцефалограмма, кожно-гальваническая реакция. Есть датчик, который оценивает экскурсию грудной клетки во время дыхания. Все мы это используем на практических занятиях в моем объединении, в котором я являюсь руководителем, который называется нейролаб. Что же такое нейротехнология? Технология направлена на получение знаний о головном мозге человека и нервной системе, позволяющая работать в самых различных профессиональных областях. И наш мозг – это уникальная машина, компьютер своего рода. И у нас есть несколько долей. Лобная доля – теменная, височная, затылочная. Сегодня мы будем проводить практическую работу и снимать показания с лобной доли. Так как она более открытая, здесь минимальное количество волос. И еще уникальность нашей лобной доли состоит в том, что здесь проходит ассоциативный мыслительный процесс. Планирование происходит, ассоциации на какое-то… на все, что мы видим, да, все, что нас окружает. Здесь вся формируется наша информация. И, естественно, мы все хотим знать, что же происходит в головах другого человека, да. И сегодня у нас есть такие технологии, по которым мы можем посмотреть реакцию нашего головного мозга на ту или иную деятельность. В данном случае сегодня у нас будет, как воздействуют разные музыкальные композиции на активность нашего головного мозга. И вот здесь представлен тоже на слайде бионический протез. Сегодня я его не привезла, просто покажу на слайде. Тоже был получен по данной программе из всех каждого ребенка. Здесь уже считывается импульс от мышц, который переходит на данную бионическую руку. И ребята вот практикуются на данных занятиях, то есть они синхронизируют свои движения с движением машины, можно так сказать, да. Есть желающие, кто хочет? Хорошо, пожалуйста. Кто будет исследуемым? Пожалуйста, Валерия. Еще нам понадобится лаборант. Да, вы посерединке. Валерия, присаживайтесь. Нам понадобится лаборант. И диджей. Кто у нас хочет поучаствовать в роли диджея? Здесь у нас план работы. И у каждого на столах есть план работы. Члены жюри, если хотите, я тоже могу вам. Да, диджей. Еще где-то достаточно? Так, диджей, да? Хорошо. А остальные участники, вы будете оценивать наши волны, мозговые активности, и Валерий, которые под разную музыку у нас будут присутствовать на экране. Так, все. Я сейчас вам раздеправление отдам. Все, мы подключаем программу. Да, все, подключаем программу. И здесь у нас высветилось несколько окошечек. А, спасибо. Первое окошечко это будет ЭЭГ. И второе окошечко мы еще подключим пульс. То есть посмотрим, как два показателя влияют на разные... Как разные стили музыки будут влиять на мозг Валерия. Да, или как она будет нам выдавать какой-то ассоциативный ряд. Здесь ход работы. А на другой стороне у нас есть таблица, по которой вы можете оценить результат. И потом мы в конце сравним. И попробуем определить, какая же мелодия, как повлияла на работу ее мозга. Никто не будет знать, какая звучит мелодия, кроме Валерии. Даже, как зовут? Марат. Потому что там написано мелодия 1, мелодия 2, мелодия 3. А какой стиль, мы уже попробуем в конце определить. Сможем мы по нашим биопотенциалам мозга определить стиль музыки? Пожалуйста, давайте, Айдар, вы одевайте ободочек на Валерию. Да, на лобные доли, раз мы следуем, у нас... Да, вы не щупитесь. Здесь сухие у нас датчики. Сухие электроды. Не очень приятно, конечно, но Валерия, потерпите, да? Ради науки. И теперь мы узнаем, что уже находится... Нет, надо поклотнее. Айдар, поклотнее. Да, я понял. Не так сильно плотно. Оставьте нам Валерию в живых. Да ладно. Детектор лжи. Шутка. Да, электроды подключаем. Серенькие. Значение полотенциалов. Нет, не имею. Это у нас будет оценивать электроэнцефалограмма. Марат, вы приготовьте свои диджейские способности. Примените, пожалуйста. Какая мочка у муха? Любая мочка у муха. Какую точку? Давай. Здесь я не знаю, две, да, любую? Один, два, три. Я вижу, что две мелодии, что-то пошло не так, видимо, при записи. Итак, все. И еще. Так, это диджея функция. Валерия, вы не берите работу диджея на себя. Теперь вы пальчик, пожалуйста, вот просовываете. Видите, датчик переворачиваем. Вот, все, отлично. Как в стационаре. У нас здесь будет исследование полным ходом. А вы должны будете распределиться. Кто-то у нас будет оценивать ЭЭГ. У нас есть здесь минимальное и максимальное значение. То есть амплитуда, которая идет вверх, да, графика и вниз. Здесь будет у минимального значения минус. Но мы его, ну, как бы, минус не учитываем. Мы просто складываем максимальное и минимальное значение. От этого мы узнаем амплитуду. А ЭЭГ у нас здесь будут пики. И двое из вас, ну, или все, да, можете считать пики. Вот здесь вот на обратной стороне. И мы будем оценивать мелодию 1, мелодию 2, мелодию 3. Как влияет на нашу мозговую активность и на пульс. Вы готовы? Айдар? Сейчас было понятно. Я сейчас вам скажу все, как вы будете. Теперь одеваем наушники. Первое у нас будет, первый эксперимент, как вы видите, у нас будет тишина. То есть, когда у нас тишина и закрыты глаза. Валерий головой тоже не мотает. Тогда у нас более спокойные импульсы головного мозга. Нейрончики у нас спокойно передают информацию. Не так быстро. И поэтому мы здесь будем видеть наш стартовый результат. То есть, откуда мы будем, с чем мы будем сравнивать. Теперь, Айдар, нажимайте. Вот у нас здесь есть такая розеточка. А, я даже тоже могу, да? Да, 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 можете нажать нажать. Ну, я хочу, чтобы вы. Участвуйте полностью в эксперименте. Нажали на контакт. Нажали. Все. У нас пошло исследование. Валерия. А то, что это, это другие датчики. Здесь у нас должен быть пульс. Что-то пульс у нас. Валерий, у вас там пульс есть? Датчик, наверное, отошел. Да, чуть подальше. Вот, а вот, нет. Сейчас, секундочку. Пульс это второй, да? Да, пульс это второй. Все, нормализовано. Давайте немножко дать им времени и тише. И для нашей Валерии приготовиться и считаем за 20 секунд. Айдар, когда я дам знак, вы обратно нажмете на нашу розеточку. Все, ну, на спокойной амплитуды. Кто у нас считает минимальные, максимальные, сейчас будете записывать. И пики. Каждый пик это один удар за 10 секунд. Его нужно умножить на 6. Все, можно остановить. Ага, все, хорошо, замечательно. Это была тишина. Считаем минимальные, максимальные значения. Складываем. И остальные считают пульс. Не видно, да? Минимальные значения минус. Ну, минус мы не будем учитывать. 0,15, максимальные 0,06. И пульс тоже считаем. Валерия, вы хорошо себя чувствуете? Ну. Отлично. Тишину было слышно или только меня? Пас чуть-чуть был слышно. Ага, хорошо. Успели оценить? Так, пики считаем и умножаем на 6. Это будет пульс у нас за минуту. Здесь нам уже показывают за 10 секунд. Валерия, сильно не эмоционируйте, пожалуйста, а то ваша ровная доля активно сейчас будет работать. Готово? Больше этого не повторится. Вы записывайте, пожалуйста. Пожалуйста, только пульс. А это должны вы сами определить. По пикам и умножить на 6. Да, вот второй показатель, это пульс. За 10 секунд урок математики заодно. Готовы? Теперь, Марат, пожалуйста, вы включаете мелодию 1. А я включаю. А вы включаете розеточку, да. Валерия закрывает глаза и пытается социитировать. Среагировать на нашу мелодию. Или никак не среагировать. Мелодия номер 1. Включу. Хорошо. 20 секунд мы должны дать мозгу среагировать на данную мелодию. Ага, есть какие-то ассоциации. Все, можно останавливать. Все, отлично. Музыку тоже можно останавливать. Валерий, немножко отдыхайте. Итак, минимальное и максимальное значение учитываем. Ну, если Марат у нас не схитрил, но я не буду пока выдавать. Надеюсь, все там по порядку. Или вы все-таки схитрите. Нет, ну как написано, мелодия 1. Хорошо, значит, это... А вы можете назвать? Сними-то. А, так. Минимальное значение минус 0,19. Максимальное 0,09. Неплохо видно, да? И пульс тоже учитывается. Напоминаю, тишина, это была контрольная точка. Отлично. Все справились с математическим заданием? У каждого... А? Пульс не бьется. Надеемся. Валерия, вы готовы? Марат? Айдар? Так, включаем музыку номер 2. Угу. Давай я сейчас начну. Да, вы сначала музыку включайте, чтобы мозг успел перестроиться. На вторую композицию. Валерий, сильно не пляшите. Так я нажал. Все, отлично. Так, мы не видим. Еще раз. Все, отлично, теперь видим. Ага. Не всегда видно, да, по графику, что происходят какие-то изменения. Но на максимальных, минимальных значениях мы теоретически должны увидеть изменения. Угу. Можно остановить. Ага. Итак. Мелодия номер 2. Мы видим какие-то ассоциации, да, возможно, мелодия знакомая, возможно, мелодия популярная. Или под эту мелодию, там, первый раз Валерия поцеловалась. Третий критик. Это третья была? Третий критик. Третий критик. Третий критик. Третий критик. Ай, да, вы нас не путайте. Хорошо. Чистоту эксперимента мы должны соблюдать. Готово? Все, можно посчитать, пока не включаете? Да, да, да. А, да? И минимальные значения минус 0,8. Я не считаю, но вроде бы изменились они. И максимальные значения 0,3. То есть минус, я напоминаю, вы не учитываете, мы потому что вот эту амплитуду, да, считаем. То есть вот это показывает максимально, а это минимальное. Просто там значение минус, но мы минус не учитываем. Пульс. Характер пульса. Не всегда может быть количество ударов измененное, да, но, видите, чисто может... Сила удара может изменяться. То есть наполнение, да, от того, как мы реагируем на данную композицию, да, или на данное какое-то событие в нашей жизни. Готовы, Валерия, вы... Все хорошо? Да, мелодию включаем. Арат номер 3. Сильно не выпрыгивайте со стула. И... Айдар? Включим. Да, все, отлично. Пошла работа. Не такие активные пики. Это может быть, что... Либо незнакомая композиция, хотя, видите, что-то уже начало появляться, да, и пульс, мне кажется, участился. Можно остановить. Благодарю, да, и характер пульса, посмотрите, сразу видно, да, на графике изменился. Здесь какие-то всплески. Сэмоционировала у нас Валерия. Он улыбается сейчас. И минимальное значение минус 1. 0,8, да, минус 1, 1, можно, да, округлить. И максимальное тоже 1. То есть, максимальная активность головного мозга была при данной композиции. У нас получилось постепенное увеличение, да, ритмов работы нашего головного мозга. Все, Валерия, вы можете снимать давящие наушники и... Да, помогайте, ассистенты, пожалуйста. Все, все, все. Да, пока снимайте. Пока я скажу, что у нас в данной лаборатории есть тоже методическое пособие. Здесь более 30 представлено проектных работ, которые мы с ребятами выполняем на наших практических занятиях. Да, там отпечатки нашего исследования. Вы можете здесь оставаться, да, и тоже. Но вы уже не сможете ни у кого записать, что у нас здесь было. Итак, теперь я бы хотела получить обратную связь. Почувствовали вы себя исследователем и учеными, когда мы проводили данный эксперимент? Интересно вам было вообще поучаствовать в эксперименте? Ну, мы так не говорим, да, но... Хороший слэм, испытуемый. Да, 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 да. Испытуемый. А вы почувствовали себя экспертом в области нейротехнологий? Ну, исследователем точно. Исследователь точно. Марат, у вас, наверное, была давняя мечта быть диджеем? Сначала я забудусь, а потом все нормально. А, потом отлично, да, втянулись в работу. Хорошо, теперь у меня такой вопрос. Кто у нас просчитывал результаты? Теперь мы можем сказать, какая была мелодия номер один, номер два, номер три? Нужна подсказка или есть какие-то свои предположения? Можно предположить, что первая мелодия была какая-то спокойная. Ага, да, почему? Секретным сердцем я не менялся, ну, практически не так. Амблитуда ЭЭГ возросла, но на шесть соток. Угу, да, то есть отправная точка у нас была тишина. Садим, естественно, была потомка, это включительно. Ага, вторая мелодия. Валерия, прав оказался ваш коллега? Да, это была спокойная мелодия, звук природы, птички пели. Про вторую не говорите? Не могу. Номер два, отлично. То есть мы смогли распознать по пульсу и по нашим биоритмам головного мозга мелодию? Отлично. Номер два, может, тут еще Алия, как вы думаете, номер два? А вторая мелодия была гораздо энергичная. Здесь идет значительное увеличение пульса, от 72 до 102 произошло увеличение. Вот, и ЭЭГ тоже на порядок до 1 и 1 от 0,8 повысилось. Что это может означать интелли, а как вы думаете? Ну, то, что музыка такая энергичная, человек может как бы работать, но слушать. А с ассоциациями это как-то слой связано, как вы думаете, с ассоциациями? Ну да, Вазана это какая-то связанная, да. Танцевальная? Опытная, да. Знакомая, да? Я не вижу, как Вас зовут? Мария. Мария, ага, да, отлично, хорошо. Они правда были, Валерия? Ну, в целом, да, это была энергичная ягода-малинка, но я помню, что с ассоциацией, что это просто и попса, и не смешно. А, да? Ну, отлично. Ну, то есть ассоциации были, да, на данном? Знакомая вам была данная композиция? Ага, отлично. Теперь гвоздь программы мелодия номер три. Зульфия, как вы думаете? Ну все, я две ночи составляла композиции, а вы раскусили меня за десять минут. Да, потому что там Г равно двум, а пульс тоже такой энергичный. Да, Валерия, пожалуйста. Абсолютно право. Что это было? Скажите нам по себе. Это пульс. Липнот. Ну вот. Не Рамштай? Нет. Меня обманули. Я хотела с Рамштайн металл. Да, дешелый металл, да. Отлично, отлично. Вы все справились с данным заданием. Вы проверили прям нашу практическую работу как профессиональные ученые. А еще один вопрос. Для чего нам это может понадобиться? В повседневной жизни или в рабочее время? Как мы можем использовать то знание, то, что разные мелодии влияют по-разному на активность нашего головного мозга? Использовать это образование в обучении. Да. В обучении. Включать ту музыку, которая будет стимулироваться к обучению. Да. Детей, а взрослых. Конечно. К работе. К работе. Ну, мы же не только всегда работаем. Еще что-то. Да, чтобы релаксироваться, да, после работы. Либо поехать домой на машине под ягоду-малинку, да. Чтобы расслабиться. Чтобы расслабиться. Да. Отлично. Ну, прямо наше занятие прошло на одном дыхании. Я благодарю вас за такое активное участие. Все вжились в свою роль, да. Кто-то был суперстрогим ученым, кто-то был прям таким лаборантом. Валерия прям вообще активизировалась. Ну, Марат у нас стал диджеем. Новую профессию освоил. Все молодцы. И благодарность. Я бы хотела вам подарить небольшие подарки. С мастер-класса все должны уйти с подарками, да. И это такие небольшие календари. Ну, что у нас может быть календарь? Педагога, да. Где у нас есть каникулы. Шутка, шутка. И, конечно же, здесь у нас QR-код на спокойную релаксирующую музыку, которую вы можете считать и послушать после сегодняшнего занятия. Надеюсь, члены ученики тоже хватит. Резала всю ночь. Релаксировали? Релаксировала. Вот, смотрите, нам как повезло. Всем хватило? Всем досталось? Всем, смотрите, я прям как этот. Субтитры сделал DimaTorzok